дочь, моя девочка умерла из-за моих грехов, спасибо вам за все, с уважением к вам. Нет, тибетская система книга мертвых объясняет преждевременную смерть человека как событие, которое он сделал в прошлой жизни. Они объясняют это следующим образом, объясняя это дхармой и грехом дхармы. И что это обозначает? Когда человек жил, будучи в прошлой жизни человеком, то в какой-то момент он убил одного человека или несколько человек и убил это в определенном возрасте. И в каждой своей жизни его жизнь будет прерываться именно в это время. То есть он будет доживать до вот этого возраста, и это не связано ни с чем. Такие детки обычно, они рождаются с определенными отметками. Также, это опять-таки не мое мнение, это так буддизм объясняет. Там же еще говорится о том, что в тот момент, когда человек рождается, если ребенок родился и очень быстро умер, то это говорит о том, что когда человек умирает, он должен умереть своей смертью. Если человек умирает, увеличивая эту смерть, то есть быстрее умирает, то есть он берет себя и убивает, то тогда он родится, доживет тот возраст. Вот смотрите, ему человеку 30 лет, а ему судьба уготовлена, чтобы он жил до 60 лет. И человек в 30 лет убивает себя из-за чего-либо. После этого в следующей жизни он рождается и доживает 30 лет своей прошлой жизни, и эта жизнь заканчивается. То есть он доживает судьбу прошлой своей жизни. И почему рано умирает? Бывает так, что ребенок родился и умер. Вот час не дожил человек. Нет, это не связано с вашими грехами. КОНЕЦ КОНЕЦ